Я хотела бы вас познакомить с несколькими видами японской нарезки овощей, так же, как и в русской кухне, да, и в других кухнях есть определенные названия нарезки. Ну, как мы, например, по-русски говорим, да, режем крупными кусочками, режем мелко, в японском языке тоже есть название всех видов, различных способов нарезки, вот самые часто встречающиеся это способы, это, и каждый причем способ нарезки для чего-то своего, например, вот такими вот большими кусками, мы отрезаем достаточно крупный кусок, немного подкручиваем, опять отрезаем, подкручиваем, опять отрезаем. Это у нас называется рангирик. Вот такой способ нарезки, он, как правило, нарезается и морковь, картошка, для каких-то, например, блюд, месос суп, например, да, когда в месос супа нет ничего мелко нарезанного, обычно это достаточно крупно порезанные кусочки, такой вид. Еще очень интересная тоже, часто встречающаяся даже вид нарезки, это когда мы мелко режем, миджигири называется, мелко нарезка, совсем мелкая нарезка. Знаете, оно будет у нас выглядеть вот таким образом. Сначала режутся какие-то тонкие полоски, а потом это еще раз режутся вот такими, совсем мелкими. Помидоры режутся, помидоры режутся вот такими вот такими полосками. Помидоры режутся, обычно мы говорим, как помидоры режутся. Вот такими дольками, да, вот так и дольки. Это куси-гири. Куси – это гребешок, то есть гребешок, который закалывается, расчесывается волосы, да, вот он, такие вот зубчики здесь, и вот это вот называется куси-гири. Очень интересное название. Еще несколько видов нарезки. В русском языке это называется нарезать кружком, да, в русском языке это ба-гири, собственно говоря, это нарезка кружком. Соответственно, если этот кружок мы разрежем напополам, получается это, ну, на что, как тут была луна, да, получился месяц. Хангетсу-гири – половинка. И еще, если мы разрежем кружок напополам, четвертинки, порезать на четвертинки, то это и чок-гири. Такие интересные, это такие очень распространенные виды нарезки. Поверьте, что есть значительно еще какое-то количество, которые тоже очень интересны. А еще, наверное, последний вид скажу нарезки, потому что он действительно очень интересный. Это если длинными, какими-то вот такими полосками нарезаться, то это нарезка танзапу-гири. Танзапу – это длинная бумага для японских каких-то стихов. То получается вот такой вот нарезки, очень поэтичное название. Всем привет! Меня зовут Восила Татьяна. И мы сегодня снова готовим с вами японскую кухню. Сегодня мы с вами приготовим самую, наверное, вкусную, популярную уличную еду, которая называется яки-тори. Яки-тори – это яки – жареное что-то, и тори – это птица. То есть у нас будет жареная птица, простыми словами, или шашлычки. Шашлычки бывают совершенно разными. Если вы когда-либо были в яки-тори, видели меню, то наверняка обращали внимание, что ассортимент достаточно большой. Из чего же японцы делают, собственно говоря, эти шашлычки? Мы сегодня с вами сделаем из печени. Печени птицы. Соответственно, всё, что жарится, как правило, всё из печени. И всё что-то птичье. Конечно, бывают и овощи, жареные на шпажках, и грибы бывают. Но это уже как разнообразие. Но в целом это всегда всё птичье. То есть это кожа, например, жареная на шпажке. Это печень. Тогда это будет райма. Это кусочки куриного бедра. Мому. Это фарш из курицы или из индейки. Это цукне. И вот всё это мы сегодня будем готовить. А также мы с вами приготовим настоящий соус, который используется, чтобы покрывать уже готовые шашлычки. И мы сами его сделаем. Хотя вы можете так не заморачиваться и купить готовый, который продаётся в бутылочках. Но вы тоже его можете купить. Но мне хочется, чтобы вы сами попробовали его сделать. Потому что, на самом деле, это очень просто и достаточно интересно. Итак, начнём мы с соуса. Соус состоит из соевого соуса тары для якитори. Состоит из соевого соуса, из мерина и сахара. Как меня учила моя любимая сенсей, она говорила, что нужно брать 3-3-2. То есть, 3 части соевого соуса, 3 части мерина и 2 части сахара. Так, нас приступим. Так, соус. Если вам сложно, допустим, купить будет мерин настоящий, японский, то вы можете заменить его, сделать такую вот замену. Это какое-то столовое белое вино. Соответственно, столовое оно не сладкое. Немножко можно разбавить его водой и добавить чуть-чуть сахара. То есть, мерин у него такой достаточно нейтральный вкус слабо-слабого винота. Соус должен получиться так густым. Он должен быть и соленым, и одновременно, и соленоватым, и сладковатым. То есть, все получается вместе и сбалансировано. Нам нужно, чтобы сахар растворился, все ингредиенты смешались. И соус загустел. Для этого потребуется некоторое время. Вот так, видимо, помешивать и, собственно говоря, готовить наши ингредиенты. Итак, сегодня у нас с вами печень. Вот такая вот очень свежая, хорошая печень. Режем кусочками такими, чтобы это было удобно. Маленькие кусочки. Мы их накалываем на шпажки, поэтому они должны быть аккуратными. Срезаем все, что некрасивое у печени. Все, что может вам помешать ее вкусно есть. Нарезаем на такие кусочки. Вот такие кусочки. Очень будет их удобно накалывать. Очень маленькие кусочки не нужно резать, их будет неудобно накалывать. Они будут сваливаться. Так, управляем на шпажку. К мясу нам необходимо сделать будет маринад. Я готовлю его из соевого соуса, немного тертого имбиря. Немного, совсем чуть-чуть чеснока, чтобы был совсем слабый, легкий аромат. Чеснок класть не надо, иначе чеснок просто перебьет весь ваш аромат. И обязательно добавляю еще в маринад мед. Совсем немного меда. Это сахар и сладости, вы его совершенно не почувствуете. Но он придаст такой совершенно неповторимый аромат. Так, срезаем его. Клящики. Вот такие вот небольшие кусочки совсем, чтобы нам было удобно насадить на шпажки. Еще один кусочек. Очень интересно то, что в японском ресторане, когда вы приходите и заказываете в агитторию, как вас вообще должны рассчитывать? Как считают, сколько вы съели? Считают по палочкам, у которых на каждом столе стоит такой стаканчик, куда вы кладете уже палочки после того, как съели свои шашлычки. И вот по количеству этих палочек, они называются куси, считают, сколько шашлычков вы, собственно, съели. Жарят их, мы сегодня их пожарим на сковородке, но, конечно, в настоящем японском заведении их жарят на, как сказать, решетка, на решетке угли. То есть вот кладут и жарят, но делают это в домашних условиях, чтобы вы тоже смогли сделать это в домашних условиях после. Поэтому... Так, хорошо. Мы порезали ведро куриное, Мому, печень Рэба. И у нас еще есть такой вот фарш, Скуне, который называется. Скуне, это мой, наверное, самый любимый шашлычок. Это фарш из курицы или же из индейки. Здесь фарш из индейки. Соус у нас готовится параллельно. Будем замесить и мешать. Здесь у нас фарш. Лучше брать смешанный фарш из бедра и из грудки, потому что бедро более сочное, грудка более сухая и получается очень хороший баланс. Итак, здесь еще обязательно на полкилограмма фарша здесь одно маленькое яйцо. Также входит, конечно же, в японской кухне это мирин, соевый соус немного, имбирь я очень люблю, чуть-чуть чеснока. И обязательно, так как куриный фарш достаточно, изделий из него получается рассыпчатый, здесь немного идет крахмала, чтобы все это скрепить. Соус у нас будет вариться. Он должен стать густым. Будем следить, чтобы он не убегал и становился густым. Итак, продолжаем делать наши шашлычки. Сделаем маринад для шашлычков. Соус у нас уже сварился, он стал густым, загустел, то есть понадобилось буквально, да, конечно же он уменьшился в объеме. Понадобилось приблизительно минут 5-7 сильного кипения, и вот получается вот такой вот. Сейчас он еще постоит, остынет и будет уже совсем густым. Получился такой соус. Для маринада мы берем имбирь, чистим его. Добавляем на терке. Получается мясо пропитается имбирем, соевым соусом и будет очень вкусным, ароматным и плюс еще очень мягким. Но все зависит от того, насколько вы любите имбирь. Я вот очень сильно люблю, например, вкус имбиря, поэтому я вообще не жалею. Все, кто пробует, говорят, ммм, имбирь чувствуется. Вот немного чеснока, просто чтобы был легкий-легкий совсем вкус и запах чеснока. Так, мед. Одну ложку, то-нибудь, ну, такое маленькое количество будет достаточно, иначе будет точно сладко. И соевый соус. Мясо все равно, хоть и есть в маринаде соевый соус, мясо все равно нужно обязательно подсорить, потому что соевого соуса недостаточно для соли. Размешиваем наш маринад. Осторожно, потому что кусочек меда застревающий будет брызгать. Так, вот, мы хорошенько размешали. Выливаем на нашу кусок. И хорошенько размешиваем. Достаточно приблизительно двух часов в холодильнике, и мясо уже пропитается, и будет достаточно все ароматно, вкусно и красиво. Мясо наше промариновалось. Но начнем мы делать именно с маленьких шашлычков к цкуне. Так как фарш куриный достаточно липкий, поэтому обязательно руки должны быть всегда влажные, когда вы формуете эти маленькие шашлычки. Вы можете их встретить в Японии в нескольких видах. В виде одной большой котлетки. Она такая достаточно небрежная. Не идеальная, идеальная. Прям выровненная форма, совсем нет. Такая вот форма. Как одна котлетка на шпажке. Или это может быть, как несколько таких маленьких фрикадельек на шпажке. Тогда вы берете, делаете шарики небольшие. Так, один. Ну, конечно, если у вас нет времени, то одна большая. Один большой шарик очень даже смотрится хорошо и быстро. Вот такие два. Такие два. Или один большой. Мы сделаем с вами большие, чтобы они быстрее приготовились. И один такой порционный получается на 1-2 человек. Еще мы их обжариваем затем. И в конце смазываем соусом, который мы уже приготовили заранее. Соус лучше готовить заранее. Потому что после того, когда он жарится, вы несколько раз проводите кисточкой. И уже в самом конце, когда вы его кладываете на тарелку, тоже нужно обязательно смазать его. Потому что, во-первых, когда вы жарите, соус проникает в ваш шашлычок, насыщает его еще дополнительным вкусом. И плюс еще к тому, что он не дает пересохнуть мясо. И поэтому очень люблю это. Мясо будет сочное и вкусное. Вот у нас еще одна такая получается котлетка. Мы сделали несколько шашлычков цкуне. Мы делаем фарш куриной с различными добавками. А сейчас мы сделаем с вами шашлычки из печени Райба и из молока. Итак, сначала мы возьмем Райбу. Насаживаем кусочки так, чтобы, вот видите, они такие маленькие получились. Удобно будет и жарить, и снимать. Очень важно, чтобы они не висели. То есть нужно сделать так, чтобы ничего у нас не свисало. Вот такой вот шашлычок из печени. Поднимаем вот такую тарелку. Получится, из всего этого количества, получится приблизительно на вот таких двоих хороших едоков. Маленькие шпажки и приблизительно здесь три кусочка. Получается, получается. Вам очень важно. Не плохо. Сделаем еще очень красивую, как в настоящем-настоящем японской якитории. Нанизывается кусочек мяса. Теперь мы берем луковку. Маленький кусочек. Конечно, в Японии ему немножко поуже, но нам главное, чтобы это выглядело достаточно идентично. Кусочек пореи. Главное, выбирайте просто, чтобы он тонкий. Заново еще раз мясо. И еще один кусочек мяса. Вот у нас такой вот получился шашлычок, который очень часто можно встретить именно на картинке японского ресторана Якитори. Ну вот мы сделали с вами шашлычки. Получилось вот такое количество. Ну, в общем, здесь такая хорошая получится пирожка на двоих, это точно. У нас цукуне, рэба и мамо. Теперь осталось их только пожарить. Как я уже говорила, в Японии жарится это все на решетке. У нас нет такой возможности, поэтому мы, так как у нас такая даже тема, японская кухня из доступных продуктов и доступным образом. Поэтому мы жарим это все на сковородке с небольшим количеством масла, чтобы не пригорело. Я совсем чуть-чуть кладу. Совсем буквально каплю. Но так как мясо получается жариться на сковороде неравномерно, Я обычно еще буквально на 5-7 минут отправляю в духовку, чтобы вот точно уже внутри все-все-все прожарилось. Начнем жарить мы с наших шашлычков. Вот, секунду. Мы перевернули наши шашлычки, теперь мы их щедро смазываем соусом, который заранее приготовили. Поэтому видите, насколько это важно заранее приготовить соус. Если он у вас не будет готов, вы, собственно говоря, не успеете смазать. Получаются они очень сладенькие, румяные, вкусные. Соус сладковатый, ферноватый. По-моему, то, что нужно. Еще буквально пару минут и все будет готово. Готово, теперь мы жарим МОМО и РЕБО. Вот этот лук, он, видите, с муком, те, которые шашлычки с луком получаются, в результате, после того, как мы его сглазировали на торец, очень красиво. Лук тоже поджаривается, и мясо, и лук, и выходит очень красиво. Поэтому здесь, конечно, сам лук любит, кто нет, но то, что эффект какой-то необычности присутствует, это точно. Как я уже говорила, мы из-за того, что румяные кусочки, лучше всего, если буквально пару минут обжарить, чтобы обжарить в духовке. Ну, сейчас у него не пара, наверное, мало, потому что ему 5,7, при температуре, без растущения, со 180 г, буквально 5 минут. У вас хорошо разогрелось, поэтому он достаточно быстро и просто, а нет. Нет, что немножко нужно поставить. Печень вообще очень быстро готовится, но уже можно переворачивать. Поверху, что зато стоит нереально. Все, кто смотрит, зрители подтвердите. Да, говорят, что ужасно хотят быстрее попробовать. Поэтому вы тоже, как только посмотрите эту передачу, вы тоже постарайтесь поскорее сделать в магазин, если все необходимое, и уже можете дома радовать тоже себя, своих семью и своих друзей. Вот, смотрите, видите, пожарился лук, получается очень красиво, жареное мясо, жареный лук. Так, тоже смазываю, смазываю соусом. Соус получился отличный, достаточно листой, если посмотреть вот так, чтобы карамельная консистенция. И еще после того, как вы тоже будете из духовки, тоже еще раз перед подачей смажьте вашим соусом. И вот у нас все пожарилось. Еще раз смазываем нашим соусом, чтобы точно всем было вкусно и ароматом. И убираем в разогретую духовку приблизительно на 5 минут. Разогретую до 170 градусов. 170-180. Вот так все у нас получился. Набор ассорти и акиторий. Так, ну вот мы достали уже и разложили красиво для того, чтобы всех угостить. Провели буквально 5 минут в духовке. И вот такая вот красота и красота теперь ждет нас. Как и с чем подают эти шашлычки? Обычно, когда вы приходите в ресторан японский и заказываете именно эти шашлычки, вас спрашивают, с чем бы вы хотели. Тара или сио. Соль или же соус. Мы уже сделали тары, поэтому у нас тары. Но еще как дополнение, очень часто кладется в маленькую мисочку желток. Я предлагаю вам взять, например, перепелиного яйца в желток. И когда вы будете кушать, обмакивать желток, можно в желток добавить немножечко совсем соевого соуса, чтобы желток, чтобы яйцо приобрело какой-то такой соленоватый вкус, и макать кусочки вашего шашлычка и таким образом есть. Или же еще как вариант, можно тоже встретить такой вариант подачи, это когда подается с пастой мисо. Немного красной пастой мисо, она такая получается сладковатая слегка паста. И точно так же обмакивается шашлычок и поедается это все. Все отлично у нас получилось. Всем приятного аппетита! Деки агари итадакимасу!